Девушки отдыхают Иван, я очень рада вас видеть. На самом деле, я очень хотела с вами познакомиться. Не только потому, что все вокруг говорят, что вы очень умный, но и потому, что вы мне очень нравитесь. И как вы пишете, и как вы играете, мне кажется, что мне нравится, как вы думаете. Я не знаю, вот знаю я, как вы думаете, или не знаю, но у меня иллюзия такая, мне кажется, я знаю. Ну, иллюзорно, что я набитый дурак. Мы всегда начинаем историю нашу с детства героя, с того, откуда он есть пошел. Как нормальный мальчик, выросший где-то в Подмосковье, да, или в Москве? Это в деревне. Или в деревне, да. А как он потом оказывается артистом? В какой семье вы родились? У вас кем были родители? Папа у меня был военный врач, причем такой он очень взрослый человек. Он пятого года рождения. Мою прабабушку это всегда угнетало, потому что она была четвертого года рождения. По материнской линии. А, понятно. Но он очень как следил за собой, и у нас мы старожилы, как получается, мужики в основном, как ни странно. Он женился на моей маме, когда ей 19-20 лет было, а ему 62. Но выглядел он лет на 40, подтягивался он на тот момент в физической, предположим, составляющей 19 раз. Он не курил, он не пил. Моя мама Баумана закончила, кстати. Я приехала на практику к своей маме, которая была на тот момент медсестрой, работала в центре реабилитации, который возглавлял мой отец. Он вышел в отставку на тот момент, кончилась Корейская война, это последняя война, в которой он участвовал. Но он и в Корейской успел, да? Да, и начиная с Испанской войны, по комсомольскому призыву, потом какая там, финская была, 1939-й. Испанская, финская, потом Великая Отечественная. Потом, значит, что-то еще было. А Халкингол? А Халкингол, да, что-то еще. И вот Корейская, да, Корейская. Он воевал вместе, ну, еще в далекие, в те далекие 20-е, 30-е, как Акуджао поет, на той единственной гражданской, да, с Тухачевским, с Блюхером. Это интересно. Вот. Моя бабушка была в войну медсестрой, причем у нее кличка была Маша-солдат, абсолютно бесстрашная. Она более ста с лишним человек вытянула прям с поля боя. У нее, кроме того, что она была награждена за спасение наших солдат, она очень много языков еще взяла. Потому что там же не видно, когда ты на поле выбегаешь, русский, это не русский. Да, и долгое время, на 9 мая, там, с определенного какого-то периода, приезжали ее поздравлять несколько немцев. Причем некоторые из них бывшие эсэсовцы, еще как позже выяснилось. Которых она спасла. Спасла, вытащила. И наши ветераны тоже, которые приезжали поздравлять мою бабушку, ну, как-то честовать, очень странно относились к сидящим через стол, с кем они воевали, бывшим эсэсовцам. Слушайте, ну это прямо мистика какая-то. Вот кино-то снимайте про что. Не поверят. Не, не поверят, это точно. Как сценарист я давно смирился с тем, что если ты начнешь описывать реальную жизнь, то не поверят. Надо это все как-то... Придумка легче принимается. Вышла она замуж, при том, что ей предлагал герой Советского Союза, и какой-то генерал-летчик предлагал, и танкист предлагал, красавцы-мужчины по тем временам. Но она, по-моему, легендой своим подразделением была. Вышла она замуж за танцора, который вот ездили развлекать. Бывает, да. Да, да, да. Ну, женщина, что делать. Который с течением времени стал выпивать сильно и даже иногда побивал ее. Она потом превратилась в такую уютную, пухленькую женщину, всегда улыбчивую. Я ее обожал. А потом, мало того, танцор ее бросил, и мы не виделись с тех пор с танцором. Ну, слабо. Я даже не знаю, где похоронен он, потому что он бросил мою бабушку. Пожалуй, самый любимый человек, самая любимая женщина в моей жизни, моя бабушка. И поскольку моя мама училась, папа к тому времени сбежал тоже, но он говорил так, когда мы с ним встречались, его нельзя осуждать. Он вот человек, ну, герой, геройский герой. Им воины помешали удержать какую-то семью. Стать хорошим отцом. Стать отцом нормальным, да. На все не хватило талантов. Без осуждения, вот я очень хорошо к нему отношусь. Он великий человек. Он говорил, Иван, ты не должен думать, что я ее не любил. Я боялся просто, что однажды она меня зарежет бритвой. А мама действительно у меня импульсивная, она такая буря. Она женщина, она сейчас женщина-буря. Она училась в институте, папа занимался практикой медицинской. Периодически меня привозили, значит, либо в Москву, там, на воскресенье могли привезти, или на какое-то непродолжительное время к нему. А так я с бабушкой до пятого класса, до четвертого, до пятого класса, с бабушкой и прабабушкой. Ну это какая жизнь? Бабушка, прабабушка, Подмосковье. То есть это что? Это улицы, горки, хоккей, санки, деревня. Это деревня. Там рядом же было вот это медицинское учреждение, которое возглавлял мой папа. Папу в этой области боготворили, потому что он к людям относился очень по-особенному. Он, предположим, собирал там местных колхозников, ну кто. А рядом два колхоза. Он периодически, будучи человеком незаврядного интеллекта, на самом деле, и воспитанности внутренней, собирал, значит, колхозников в клубе, а международное положение... И толковал им. Толковал. И он давно уже умер. Я потом студентом приезжал к бабушке, когда я была жива к прабабушке. Но когда меня встречали местные старожилы, они кланились, шапку ломали, потому что я такой борчук был для них. Они боготворили на его отца. Плюс он еще человеком. Это папе мы аплодируем. Папа великий человек, да. Папа великий. А мама то, что его терпела, еще более великая женщина. Учились вы там или уже в Москве? Я учился в деревне. Там, ну, первые классы. Деревня находилась в трех километрах от того места, где я жил. И я шел через поля. Я мог другую дорогу... Дорога другая лежала через коровник, а я побаивался коров. И большей частью вот у меня отложились детские впечатления. Это вспаханное поле, засеянное Турнепсом. Высковольтные линии, тысячи сидящих ворон, вороньё. Да, там деревья необычные. И вот, опять же, такие детские воспоминания. Эти необъятные дубы, вязые, склоняющиеся ветки над тихой рекой, заброшенная лодочная станция. У нас тарзанка была. И на этой тарзанке качались и в речку, да, в пруд, где заброшенная лодочная станция. Да. Вы художник, Иван. Я реалист. А в Москву сколько вам лет было, когда вы переехали? Ну, пятый класс. Я переехал на каширку, да. Маме дали однокомнатную квартиру на каширке. Нет, не однокомнатную квартиру. Мы жили в коммуналке. И у нас была ещё соседка, люлёк, я помню. Милая женщина, да. Классический люлёк. Вот, как бывает, классический люлёк с кастрюлькой. Шебутная старушка. И я ходил в 511-ю школу. Потом, в 6-м, в 7-м классе, маме дали однокомнатную квартиру на Войковской. И мы с ней переехали на Войковскую. Войковская рядом с Тушино. И я ходил в 744-ю школу. В 8-м классе, меня категорически отказались там оставлять, потому что я, ну, дурак набитый был, троечник. Мама говорила, ты будешь ПТУшник. Ты обязательно будешь ПТУшник. Это страшное дело. Это вот во всех семьях одна и та же была присказка. Нам тоже мама говорила, если ты не будешь учиться, ты будешь ПТУшником. В итоге я стал ПТУшником. Я поступил в АВГИК. Потом меня уговорили забрать документы, потому что мне уходить в армию, а не было кафедры. Я, получается, военный. И чтобы освободить место у одному из стариков, ну, коими считались 35-летние люди, у них был последний шанс на поступление, я мог занять чужое место. В АВГИК. В АВГИК, да. Меня Хуциф уговорил забрать документы. И чтобы прийти после армии и поступить. У меня получилось то, что я поступил 17 лет, год, пустой год. Мне казалось, что, ну, глупо тратить, просто, ну, что я буду год делать? Гулять я не хочу год. Ну, я хотел всегда чем-то себя занимать. Я нашел по, то ли газетам, то ли вот что-то простое. Да-да-да. Вот где год учиться, можно за год получить образование дополнительно. В 111-е училище на Павелецкой по профессии оператор электронно-вычислительных машин. Я был фанат Стругацких, в особенности понедельник начинается в субботу. Дайте, я пожму вашу чайную руку. И для меня это, конечно, было, это было прекрасное время. Все-таки стал потушник. Как моя мама сказала, вот так я... Потом я ушел в армию, потом я вернулся и опять поступил в Афгик. Мне пришлось опять экзамены сдавать. Потом Крестобаль Хозьевич прислал мне записку с задачей. И я ее мстительно отложил в сторону. Он пришел и, глядя мне в ноги, неприятным голосом осведомился, с каких пор я перестала разбирать его почерк. Хрипунец, утренний кашель курильщика. Хрипул в зеркало. СМЕХ 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 Так в гик-то откуда нарисовался? Я не могу никак понять. Вы что, стояли на стуле и читали стихи? Или дули в пионерский гурн, что ли? Нет, со стулом у меня все трагически. Воспоминания. Дело в том, что меня избил Дед Мороз. Где-то я учился в первом классе И даже у него не учился, по-моему У нас был клуб сельский В клубе работал дядя Боря Киномеханик Дядя Боря брал на себя функции Деда Мороза Перед праздниками И в чем эта функция заключалась? Ему выдавали от профсоюза Или от правления колхоза Я не знаю от какой организации конкретно Подарки И он должен быть с бородой приклеенной Из дома в дом приходил Если там был ребенок, его ставили на табурет Ну, деревня, короче Ребенок читал, в лесу родилась елочка Он, слава богу, давал ему подарок Ему наливали И вот он к нам пришел Это была одна из таких предпоследних семей Куда он зашел И он уже был не в форме Он был мягенький И у него, видно, уже отходило И меня поставили, у меня была беда с памятью Просто беда Это то, что я запоминаю сейчас, большие тексты Из чудес Это непонятно Это милость божья Странно, что произошло Видимо, контузия какая-то И меня поставили на табурет Я вот в лесу родилась елочка Раз, потом меня затупил В лесу родилась елочка А у него же сосуды У него уже отходят У него горит все Горит, отходит И где-то раз на 30-е Он, значит, прям валенком этим Месяц табурет И кулаками стал меня бить И вот мой дед оттаскивал от меня Такая смешная история И кино как? Бабушка, когда вышла на пенсию Она тоже, ну, такая энергичная женщина Оставалась той же Маши-солдат, видимо, в душе Не могла сидеть на месте Стала кассиром в сельском клубе Я с бабушкой ходила вот в клуб Я смотрел много кино В эти времена вышло обыкновенное чудо Захаровское Я хотел быть волшебником Но я понял в восьмом классе К восьмому классу я, значит, размышлял об этом Что вряд ли Вряд ли я смогу быть волшебником Я тогда еще ничего не знал о квантовой физике О Гейзенберге, о Нильсиборе О Нильсиборе, да Сейчас это уже можно было поспорить На самом деле О периоде полураспада цезия Ну да, не было у меня информации Я понял, что нет, волшебником я стать не смогу Я нашел ближайшую к волшебнику профессию Рюкина-режиссера Что творит реальность Я помню, как я принял это решение Я вот с той самой Тарзанки Прыгал в кувшинки в желтые Прибежал Андрей Васильевич Мокрецов Мой одноклассник И там меня позвал Какой-то фильм тоже шел Не в клубе, а по телевизору И мы должны были бежать, чтобы успеть на этот фильм Я отпускаю руки Я лечу в кувшинки И я понимаю, что я буду поступать в Афгик Потом я приехал в Москву Я выяснил, когда что сдавать экзамены Какие подавать Что нужно написать Ну вот, все написал и все сдал По-моему, самый высокий у меня был балл проходной Удивительно, почему Я логически безграмотен до сих пор Это, видимо, что-то психическое На письме? Да, вот я не могу Особенно ни Не, вот где ни, где ни И где после чего какая запятая Кое-где Перед как я помню Перед что я помню А все остальное для меня Перед но всегда тоже Я дико безграмотен Это единственное, что меня роднит Шекспир Как я сумел написать Изложение без ошибок Я думаю, что просто Мне симпатизировала женщина По приемной комиссии Которую принимала у меня Экзону Я хочу, чтобы мы сейчас послушали человека Который тоже вам и раньше симпатизировал И сейчас симпатизирует Это самое начало 90-х Вот тогда, когда я с Ваней познакомился До того Я о нем только слышал От моих товарищей Что вот во ВГИКе есть Такой странный парень У Вани очень непредсказуемый характер Всегда был Он такой очень взрывной И такой расплескивающий талант В разные стороны Он прям брызгал этим талантом С утра до ночи У него удивительный склад ума Он очень нехарактерно мыслит Это меня в нем всегда подкупало Когда есть какая-то точка зрения С того ракурса С которого ты даже не рассматривал Вообще Иван обладает этим свойством Но он родился таким на свет Свойством очень сильно влиять В той или иной степени И со знаком плюс И со знаком минус И вот это вот Пожалуй, такое вот для меня Главное в Иване Такие люди, конечно же, живут на свете Но их не очень много И, конечно же, это такое большое личное счастье Иметь такого друга Что такое учеба в Оргике, Иван? Вообще принято считать, что Медийщики — это разболтанная среда Такая развратная Это иллюзия большая Всякий раз, когда меня Вот тоже как представителя Частью среды На какой-то праздник Приглашают, а я не хочу идти И не понимают, почему я не хочу идти Я объясняю, что для вас это праздник А я отношусь к профзоне Которая обеспечивает Для меня это работа Для меня это золотые слова Для меня отсутствие праздника — это праздник Никакой разболтанности Никакого особого разврата Никакого особого... Нет, ну, студенчество, конечно, выпивали Конечно, были влюбленности Конечно, были дикости Конечно, ну, какие-то Но в процессном соотношении Они не зашкаливали это ниже среднего Мы с утра до вечера что-то писали Мы делали этюды на первых курсах Мы потом бегали, выдавали по банке пленки Для учебной работы Мы кооперировались с операторами У нас всегда хорошее отношение Мы друг от друга зависели И банка пленки им выдавалась на курсовой Банка пленки нам выдавалась Банка пленки экономической Вот кто, если кто-то шел в группу С экономического факультета Директором фильма Художником А, нет, художником не выдавали И вот мы собирали эти три банки пленки И старались один к одному снимать Я там помню Одна из первых работ, которую я снял Это на Горбушке В ДК Горбунова Тогда еще в старом здании В парке Проводился первый фестиваль Тяжелый рок Там металл, все остальное Там играли любимые мои люди Там играла коррозия металл Часть моих одноклассников Кстати, одно из своих главных Творческих достижений Я считаю, что я написал одну песню Когда они еще назывались по-другому Я не помню, как они назывались Они играли в актовом зале 744-й школы Правда нет, есть стыдливый бред Об удаче своей судьбе Ты не верь, говорю с тебе Правда нет, правда нет, правда нет Но это естественно Вот это все Ромка Лебедев был мой одноклассник Это бас-гитарист Потом Там же играл уже к тому времени Мой друг Толя Крупнов Черный обелиск Там же Гарик выступал Но мы все уже друг друг Войковская и Тушина Они вот рядом И Тушинские старшие Дрались с Войковскими старшими Во враге, где находится родник Лебедь Это окраина города К тому времени Это сейчас Москва до Ярославля А тогда, собственно, в жизни замкада Домкада не было еще километров До Белорусска До Белорусска До Белорусска начиналась Все-таки до Сокола До Сокола, да Согласна Все-таки до Сокола Потому что там вот Печаная площадь и все остальное Я их всех знал У меня первая работа была Мы вот с моим другом Пошли снимать Тогда я назвал работу Эту учебную работу Металлический день он назывался Мне казалось, что это очень прогрессивно Жесть Мы все время в движухе находились Хотя я москвич Но мне моя мудрая мама Не посоветовала Она когда-то мне сказала Что вот ты никогда Во-первых, не испытаешь Вот полностью счастья от юности Если ты не будешь студентом Поэтому нужно как-то Побыть студентом Побыть студентом Учиться, попытаться быть студентом Потому что ну вот там Пьешь жизнь И мне казалось, что Больше я реализую вот это Если буду жить в общежитии И мне не хотелось разлучаться Своими однокурсниками Я со всеми перезнакомился Подружился Мне дали комнату И я жил в общаге Вообще все, с кем я в Авгике общался Бессеребренники Такое поколение романтиков Ну как все в этом возрасте А кино когда началось в вашей жизни Вот кино, в котором уже вы были задействованы Так или иначе Помимо вот короткометражек студенческих Девяностые Ко мне пришел В общагу Ренат Давлетеров И вот он пришел Я сидел в общаге Я горе не знал У меня друг еще Там узбек был И таджик Вот у меня Какая азиатская компания Мы пили 95-й чай ташкентский И о чем-то говорили По-моему А обсуждали мы Какую-то йогическую практику Шреурабинда Интегральная йога Прибегает с выпученными глазами Ренат Говорит Тебе надо сниматься Тебя значит Никита Тягунов Хочет режиссер Чтоб ты снимался Там будет Мамонов сниматься Я не Какой с ним Артистом Да вы что Нет Я не хотел быть артистом Честно говоря Ну режиссер Это бог кино Вот Артист это одно из звеньев Оно уважаемое Но вот не мое То есть Я не шел уже на артиста Он меня мотивировал так Девчонки Море халява Выпивка деньги И мне понравилось Море халява девчонки Деньги не обязательно Да да И так без денег Хорошо Да да Вот Кино было хорошее Кино было авторское Я за него получил приз На кинотаврия За лучшую мужскую роль А дальше Вот вы дипломированный режиссер И что Дальше я Надо какие-то деньги Каких-то продюсеров Все же поменялось Причем в одночасье Да В эти 90-е годы Дальше До этого До этого Я уже На нескольких фестивалях Там какие-то премии Получил за свою Дипломную За сначала Курсовую Чушь У меня был фильм Чушь За короткометражки Короткометражка Курсовую 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 Территорий Он драматург Он драматург Он драматург Курсовую 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 И увидел В комнате отдыха Ну комната отдыха Завалена картинами Это были этюды наших художников Кинохудожники Они были задавать Тоже курсовые Там Дипломные А я подумал Я человек деревенский Чего так лежит Ну да Лучше Пусть пользуют Приносят Порядочные Как шарик В смысле этот Матроскин Да Ну да У меня логика Матроскина была И я нашел авторов этих А на тот момент Стал работать Вернисаж Господи помилуй Как в Измайловск Да В Измайловск Но тогда на улице только А от нас шел трамвай В Измайловск Ну вот Можно было трамваем Доехать до этого Верносажа И мы с моим Моим другом Петей По предварительной Договоренности С художниками Набирали вот Кучу этих картин Там ребята Предположим Стали 30 рублей А мы плюс 10 Там 40 рублей И вот все пучки Выставляли это Значит На этих аллеях И продавали картины Ну продавались они у вас Продавали прекрасно Лучше всего шел Брежнев К которому пионеры Повязывали Значит Пионерский галстук Галстук Они прям в лед у нас улетали Вот таким образом Подзарабатывали А кино нет Для нас не являлось Источником преработка Да собственно говоря Источником Так Не источником А надежды На быструю славу Тоже не являлось Мы реально понимали Что мы должны Совершенствоваться И что Вот возрастные накопления Необходимы То есть какой-то возраст Как художник Мы не могли быть В кино молодыми Художник Юный художник Юный кинематографист Это 40 лет Ну так было принято Не было никаких иллюзий В 90-е годы Я закончил Не закончил Заканчивал институт Я должен был Снять диплом Я написал сценарий Арбитр И я тогда же Когда выпустил этот фильм Я понял Что я не режиссер По профессии Все-таки Я не режиссер Административная составляющая Меня очень смущала Подкосила Я сижу на Мосфильме В монтажной С милой женщиной Которая была в свое время Хорошим другом И монтажером У Тарковского Я сижу и смотрю Там зеркало висит Над монтажным столом У меня один глаз Прямо смотрит Такой налево Я обалдел от усталости Я понял Что вот нет такой темы За что я готов Сейчас получить инсульт Я в принципе Человек не пугливый Но вот нет Я в дальнейшем Это только писать Отказывался от режиссерской деятельности Всегда Даже когда предлагали И сейчас когда предлагают Тоже отказываюсь Объясняю Не верят Я честно говорю Ребята Я говорю Плохой режиссер У меня нет вот этой нотки Как жилки Административной Я не получаю от этого удовольствия Мне сложно Я о самом главном Начинаю забывать Рядом со мной там Рома Качанов Мой друг С которым мы сняли Даунхаус и ДМБ Вроде ничего Сидит Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу Бу-бу-бу И все сделал И у него ничего Нервы не пострадали Ничего не развалился Не развалился Нормально Бу-бу-бу-бу-бу Не нервничает Не косеет Ничего Да-да-да Но нет у меня вот этого Я вот сценаристом остался И когда меня звали Куда-то сниматься Вот с каких-то Вот уже корыстных Да, соображений Корыстных и дружеских Иногда звали Чтобы звезду не звать Чтобы сэкономить На гонорарчике На гонорарчике, да Иногда что Как-то действительно подходил И жена Облегчена В форфиру И в угленицу И в руках Она держала Золотую чашу Присполненную Берзостями И нечистотами Молчи, холоп Государь Государь, он лает меня Исторично говорю Государь И детка Вес света Не вижу Ночерей ее Написано Вавилонская Облудиста Как ты Как смеешь Протолицу Пес Как смеешь Протолицу Пес Как смеешь Протолицу Пес Протолицу Как смеешь Пес Правильно говорил про тебя Филипп Гореть тебе в огне Живьем гореть Вязать его В огонь Огонь Если посмотреть Фильм «Царь» Не видя там Ничего ни до Ни после То такое впечатление Что это вообще Никой не артист Этот Ахлобыстин Когда вот я Смотрела фильм «Царь» Все время переживала Потому что Становилось за человека Страшно Человек вот это Все делает в кадре Вот он так живет Как он живет там А потом Что с ним происходит То есть он не сходит с ума Не начинает болеть Не бросается из окна Вот вы мне можете сказать То есть вот после После этого Вы что Делали Ну конкретно За эту роль я Пожертвовал То есть жертва была Дело в том Что У нас во ВГИКе Одно из первых знаний Которые я получил Будучи студентом Понимание Самой сути кино Что Ты как актер Не можешь реализовать себя В кино Ты можешь реализовать Только замысел Режиссера А уже Внутри этого замысла Режиссер Ты можешь реализоваться Как хороший Или плохой Талантливый Внимательный Невнимательный Обаятельный Отрицательный Обаятельный Неважно И ты только орудие В руках Повелителя То есть В руках художника Поскольку у меня У меня такая позиция Видимо До этого Я и не страдал Я полностью На режиссера Все Как мистическая Составляющая Оставалась Режиссера Профессиональный Подход Меня спасал Но вот в данном Случае После выхода Фильма Царь Было очень много Претензий Как говорят Что ты священник Как священник Может такого черта Играть Я очень не хотел Лишаться того Что к тому времени Имел Единственный способ Это сохранить Было Как сделал я Но благо Меня выслушал Патриарх И принял мою точку зрения Он понял О чем идет речь Мы с ним посоветовались Я ему написал Открытое письмо Я объяснил ситуацию И попросил запретить Меня к служению Пока Я вот снимаюсь В Кирино Чтобы не было повода К моему осуждению То есть Вот чтобы Типа Светлый образ пастыря И чтобы в вашем лице Не осуждали церковь Церковь Да Потому что церковь Для меня была Ну и сейчас так Для меня важнее церковь Нежели Моя Вот Моя частная жизнь Потому что Большей частью Своего личного счастья Такого частного В частной жизни Я обязан церкви У меня семья Я очень Такой противоречивый человек Сам по себе Постоянно Ищущий Но Неизменяемая во мне Это любовь к церкви Отношение к церкви Я не хотел Чтобы Тень падала от меня Хотя это Для меня было болезненно Мне очень нравилось Общаться с людьми Я Супереживал Восхищался людьми Каждая исповедь Для меня была Очередной такой Этап От края Как Моего личного Совершенствования Ко мне подходит Бабушка Восьмидесятилетняя Мне рассказывает о том Что она переживала Какие размышления Внутри себя Две недели назад Это господи Думаю Мне 35 лет На тот момент Было Я нифига не помню Что вчера было А она Что две недели Кто из нас Живет больше Кто вот живет Насыщеннее Там подходит Какой другой человек Начинает мне что-то Испоять Я думаю Господи Какой чистый человек До какой степени Вот он себя анализирует Даже я не такой Я всегда восхищался людьми За редкими исключениями Люди это восхитительно На самом деле Каждый из нас Достоин описания Достоин книги Достоин эпопеи Просто нужно правильно К этому относиться Я не хотел это терять И поэтому я это вот Я дистанцировался Чтобы не потерять Это был единственный вариант Так что я заплатил Свою дорогую цену За профессиональное отношение К работе Дело, да Он, надо сказать Очень добрый человек По-настоящему Что бывает редко У меня всегда было ощущение Что он гений Гений это человек Который меняет время Да, это как там Пушкин поменял язык Да Вот он тоже что-то поменял А он одержимый Ну, мы снимались вместе В Соловье-разбойнике И я увидела Насколько он одержим Вообще тем Что он делает То есть он абсолютно Вот все, что он делает Он делает абсолютно искренне Он очень островный У него вот Очень Острый язык На самом деле он писатель Он же по-настоящему писатель И очень хороший Он, кстати, пишет Замечательные стихи Только стесняется их читать Моя любовь Моя любовь Моя сестричка Прекрасный человек Кто живет с ним Не верьте ничему Нет Она не объективна Конечно, они будут хвалить По сути, они хвалят себя Конечно Вот Машка прекрасная Прекрасный человек Я прочитала однажды У Алана Милна Который вот написал Винни-Пуха И у него вот в одной пьесе Есть мысль такая Что человек Когда женится То он получает Вообще в руки Такое необыкновенное счастье Потому что он может Любое событие своей жизни Переживать дважды Один раз переживая его По-настоящему А второй раз Рассказывая о нем жене И переживая его Вместе с женой Вот скажите мне, пожалуйста Вы переживаете События своей жизни Вместе с вашей женой Или вы ей уже До смерти надоели С вашими Текстами С вашими стихами Которые вы Никому не показываете Ну, во-первых Оксана не прочитала Ни одной моей Ни пьесы Ни сценария Фильм это чудом Посмотрела И то, я не знаю Дети заставили А так что Ничего С ней очень сложно Что-либо переживать Она Она вот По Кьерке Гор Вещь сама в себе Это стихи Это необузданная Не обдуманная Нет Несознательная природа Ей что-то рассказывать Это очень неблагодарное дело Потому что Ну, ничего хорошего Из этого не выйдет А вообще Что-либо Это как Пытаться Кричать Ночью в колодец На кладбище Ничего хорошего Ответ не услышишь У нее всегда Вот какое-то критическое Не злобно критическое Ну, понятно Мы с вами Мы хохочем Она очень остроумная У меня Но вот Нет Я не рассказываю Я могу что-то информационное Но я всегда побаиваюсь Потому что Это я виноват Я раб Я раб И вообще Раб Рабский Мать сыра земля У нее кличка у нас в семье Мать сыра земля Потому что Она То, на чем все Стоит и держится Правильно я понимаю? Да Я Когда она меня оставляет С детьми Минут через 20 Наедине У меня начинают возникать Мысли о дробовике Я понял Прекрасно Да Даниил Хармс Травить детей Негуманно Но что-то же Надо с ними делать Ну что-то надо с ними делать Ну у нас же тоже Я русский человек У нас же родина мать А не отец чернозем Ну да Так если рассуждать Я считаю себя Обязанным Обеспечивать Наиболее комфортное Существование Моей семьи В ее лице Потому что Она распределяет Она знает Она учит с ними уроки Она их кормит Она следит Вот с моих плеч сняла все Я занимаюсь только сам собой Молодец какая девчонка Прям молодец Ваши речи до боли земные Ваши ручки способны на шалость Ваши глазки настолько пустые Что невольно рождается жалость Но вы что-то сумели нарушить И я стал белый свет ненавидеть Почему мне вас хочется слушать Почему мне вас хочется видеть Все что можно на свет извлекая Из немногих непознанных истин Мне открылась одна Но какая Ты же любишь Ивана Хлобыстин Оксана управляется В бытовом смысле И в жизнеобеспечении И так далее А вы как Вот папа приехал Там я не знаю После съемки И что дома начинает происходить Ничего То есть ничего не меняется У нас пиратская сделка Вообще Если какой-то кипиш будет У нас на каждого есть пружью Ага Вы знаете Легче Один раз по заднице ребенку Вломить Вломить Чтобы он не кормил Гвоздиками гномиков И розетки Да Чем прочитать ему Пять книг Спока Нет Это правда То что значит Мальчику говорить Мальчик мой Любимый Дорогой Вот этот чайник горячий И если ты сейчас Его на себя перевернешь Да То ты весь ошпаришься Пока я это буду говорить Он уже ошпарится Мальчик ошпарится Мне проще подбежать Вломить ему по заднице Понимаете И сказать Чтобы ты не смел никогда Тянуть на себя Ничего со стола И я уверена Что он это запомнит И они вот у меня Ни разу не ошпарились Они Адекватные дети Все это воспринимают Это Конечно Критика есть Конечно С ними бесполезно Обиды Да Понятно Обиды Спорить Ну это семейная Обычная жизнь В любом коллективе В любой семье Это есть Но есть какие-то установки Простецкие Которых надо придерживаться Самое главное Чего нельзя делать С детьми Их нельзя не уважать Нужно всегда Чтобы они понимали Что ты уважаешь Вот их Аз есмь Личную составляющую Что ты в них Какие бы плохие они не были Что бы они не натворили Что ты все равно Их уважаешь И любишь как личность Как вот эту Маленькую божью искорку Вот ты это любишь А не что вокруг наросло Это правда А вы их пересчитываете? Легче новых родить Как у цыганда У нас когда мы жили в Тушино У нас небольшая квартира была У меня комната как раз Напротив Дверь моей комнаты Напротив входной двери И так диванчик Я лежу на диванчике И мимо кто-то идет Вот эта доля секунды За которую мне нужно Либо вспомнить как зовут Либо крик Эй ты И вот Эй И они даже Давно издеваются Эй я принес тебе чайник Маша Голубкина Когда мы с ним познакомились Он был шпаной И предположить нельзя было Что у него будет такая семья Он сказал Оксанка сказала Она говорит Вы друг друга напророчили Потому что он говорит Да я никогда не женюсь У меня детей не будет Я говорю Человек у которого нет детей Потерян для общества Вот А он сказал А у тебя тогда родится сын И ты назовешь его Иваном Я говорю Ну вот уж нет Вот просто специально И когда родился сын Я сказала своему мужу Я говорю Называй его Как ты его назовешь Он говорит Иваном Ну так и получилось У него шесть детей А у меня Иван Он на них орет А они его не боятся Нет Всем бы такие семьи Как у Ивана Ивановича Цитирую стругацких наших С вами как оказалось Горячо любимых За миллиард лет до конца света Я хочу сказать вам следующее Если вам плохо Если вам горько Работайте Если вам совсем не в моготу Работайте Если у вас совсем все валится Из рук Работайте И может быть тогда У вас что-нибудь получится Этим кончается Эта книжка И я вам хочу сказать Что мне кажется Вот если учитывать То сколько вы работаете Сейчас я не говорю О времени Проведенном на экране В съемочных площадках В эфире В интервью А вот думая Это работа Самая главная Думать Вот эта ваша бесконечная работа Она и приведет к тому Что у вас все получится Иван Иванович Спасибо вам большое Спасибо вам В том, что Иван Ахлобыстин гений У меня нет никаких сомнений Он добрый, честный, неординарный и умный И поэтому, может быть, правда Ему удастся изменить мир За что ему заранее спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok